Друзья, если не хотите тратиться на витамины и всякие минеральные комплексы, то тогда два раза в неделю ешьте эту рыбу. Плюс ко всему она низкокалорийная, всего 120 калорий на 100 грамм. И еще очень бюджетная. Называется эта рыба зубатка или морской волк. Рыбу разморозила на нижней полке холодильника. Затем помыла, убрала черные пленочки и просушила бумажным полотенцем. Стала готовить маринад. В чашу смешала 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, чайную ложку соли, чайную ложку горчицы, черный перец по вкусу, пол чайной ложки копченой паприки и пол чайной ложки сухого чеснока. Все хорошенько перемешала вот в такую эмульсию. И очень тщательно промазала рыбу со всех сторон. Зубатка рыба рыхлая и даже где-то желеобразная. И готовить ее немного сложно, потому что она разваливается. Но благодаря этому маринаду она у нас останется целенькой. В таком виде рыбу оставляем на кухонном столе мариноваться примерно полчаса. А за это время 2 луковицы нарезаю перьями. 2 средних картофелина нарезаю на тоненькие пластиночки. Вот такие. Форму для запекания промазываю небольшим количеством растительного масла и укладываю слой лука. Солю и посыпаю любимыми приправами. Капля масла сверху. А затем в нахлёст выкладываю картофель. Опять капля масла, немножко соли. Если у вас есть розмарин, то это очень хорошо. Пару веточек не помешает. Листики розмарина на картофель. А сверху рыбные стейки. Промазываю их оставшимся маринадом. Всю эту красоту накрываю фольгой. В фольге проделываю отверстие, чтобы пар выходил. И чтобы у нас зубатка не получилась тушёной. И чтобы она не развалилась. Запекаю в духовке при температуре 200 градусов примерно 40-45 минут. Убираю фольгу. И нежнейшая ароматная зубатка готова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова